Поздним вечером пятницы предположительно нетрезвый автомобилист разбила столб Toyota Crown. В машине был и пассажир. Серьёзных травм молодые люди не получили, и это можно считать чудом. Иномарка, вылетевшая на обочину на скорости около 100 км в час, срубила стальной столб словно топором. Лихач мчался со стороны улицы Краснореченской. На автомобильной развязке он свернул в направлении улицы Автобусной, практически не снижая скорости. Автомобиль занесло, он боком вылетел с дороги и после единственного удара оказался полностью неликвидным. От прохождения теста на трезвость шофёр Crown отказался. В субботу вечером на улице Горького опытный водитель сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Случилось это примерно в трёх метрах перед Зеброй. 45-летний водитель Сузуки Джимни ехал из фитнес-клуба в город. Свою скорость движения он оценивал в 40 км в час. Были сумерки и, по мнению шофёра, это и стало решающим фактором. Ослеплённый светом фар автолюбитель не заметил человека в тёмной одежде. Пострадавшего увезли в больницу, у него была разбита голова, под подозрением целый список переломов. Водитель прошёл тест на трезвость с нулевым результатом. В ночь на воскресенье на втором Хабаровске лихач протаранил Тойоту Висту, в которой ехали три человека. За рулём последний был водитель, который глубокой ночью забрал с работы свою девушку и её коллегу, трудоустроенных в фирме такси. Он направлялся в сторону южной части города и у остановки рынок решил заехать на АЗС. Автолюбитель уверял, что перед перестроением со второй полосы на первую включал указатель поворота и смотрел зеркала заднего вида. Всё было в порядке. В Тойоту Висту врезался Митсубиши Айртрек, который на большой скорости нагонял седан. Водитель кроссовера после ДТП полез в драку с оппонентом и, выпустив пар, сбежал с места аварии. Хозяину Висты показалось, что лихач был не трезв. Виновника ДТП установит дознание. А на пересечении улиц Суворова и Балиновского в ночь на понедельник пьяный водитель микроавтобуса врезался во встречную машину. Случилось это в момент, когда нарушитель пытался выехать на главную дорогу. Вливаясь в общий поток, он взял слишком широкий радиус поворота и выехал на встречную часть дороги. Заступив за двойную сплошную черту, Истана ударилась о Тойоту Карину, водитель которой двигался со стороны проспекта. По словам невиновного шофера, отвернуть он не успел, потому что скорость микроавтобуса была слишком большой, а выезд в лоб через чур неожиданным. Нарушитель пенял на ливень и мокрую дорогу. Но автоинспекторы обнаружили, что управлявший Истаной мужчина сильно пьян. Его отправили ночевать в спецприемник, а машину поставили на штрафстоянку.